всем привет сегодня хочу с вами поговорить о моем любимом прицеле который имеет минимальный вес минимальный размер и достойную стойкость скажем так но на випре 308 он у меня проверен стоит соответственно на сайде 39 патроном тоже прекрасно себя ведет у меня их два прицела с разными сеточками что хорошего в этом прицеле ну во первых первое это цена это самое хорошее что в этом прицеле как бы тут не поспоришь цена такого прицела на алиэкспрессе колеблется в районе от двух до трех тысяч рублей в зависимости от продавца от поставщика от доставки от того какая тут внутри сеточка и от наличия подсветки опять же говорю наверное хочется по максимуму чтобы у прицела было при минимальной цене ну тогда я покупал эти прицелы получилось я не специально покупал два штуки это так как бы сложилось не специально вот у них разная сеточка у одного мелдот довольно толстый мелдот довольно им кстати в предыдущих видео я стрелял на 250 метров вот эту ссылочку я повешу на 250 метров я стрелял этим прицелом принципе достаточно 250 метров можно стрелять установлено у меня на кронштейне с вот этот прицел он у меня был установлен на колечках и стоял на кронштейне опять же китайской зенитки то есть тоже есть вот кто не видел эту тут я повешу ссылочку на вот эту зенитку посмотрите тоже довольно таки неплохой легкий недорогой и как бы кронштейн у этого прицела кратность четыре с половиной на двадцать он с постоянной кратностью здесь вот такие вот колпачки здесь идут флипы открывающиеся ну принц это не принципиально потому что держится они не особо хорошо и как бы что не есть то их нет подстройки у них идут под вот этими колпачками это подстройка по вертикали это по горизонтали написано здесь один клик 1 4 муа на 100 ярдов щелчки но скажем своей цене не у меня лучше не хуже с этой стороны у нас есть батареечка вот батареечка ср 2032 такая батареечка и соответственно все вот этот крутилочка здесь 11 положений только красный цвет подсветка скажем так днем максимальной подсветки если кто-то хочет использовать вот для какой-то быстрой скидки или что-то ее маловато для дня для солнечного какого-то дня до для вечера я еще раз говорю что подсветка нужно тогда когда не видно уже куда стреляет за то есть большому счету он тоже не нужно поэтому есть такие же прицелы только без вот этой вот бабушки без вот этого отличного электричества и лишних там сколько там я не знаю там грамм тридцать может быть грамм лишних на вот это вот электричество все уходит значит прицел этот вот тут написано четыре с половиной на двадцать и в принципе made in china это вся аббревиатура которая есть также здесь есть подстройка диоптрий вот под свой глаз что на этом прицеле что на этом под флипом виде какой флип тронишь он сразу улетает вместе с этой штуковой как бы говорится какой прицел такие флипы соответственно значит есть это прицела одна очень хорошая хитрость которую я узнал буквально ну может быть честно стыдно но узнал неделю назад перед красным колечком вот это вот она откручивается и если вы ее выкрутить это колечко вы увидите здесь на резьбе получается как стулочка вот с этой передней линзы то есть вы можете закрутить полностью диоптрий поставить на оружие закрепить оружие и до идеального состояния без вот этого вот который вы скрутите внутреннюю часть руками спокойно вы выведите до такого состояния что она будет у вас просто показывать в идеале конкретно под ваше зрение потом вам надо будет просто напросто сверху накрутить вот это вот колечко и все и она получается как закрыла резьбу в стопоре все хорошо узнал я значит это все лабуду открутил я в этом прицеле настроил ну и как говорится мастер сделал чтобы она не раскручивалась капельку клея суперклея и начал накручивать вот это сверху стопорное кольцо стопорное кольцо в один момент на клею подклеилась и стала скручиваться вместе с внутренней частью когда я увидел что уже резкости нету при попытке выкрутить мне уже ничего не помогло просто все она схватилась насмерть но так как я специалист по оптическим прицелам еще тот при попытке открутить короче говоря теперь у меня один прицел этот прицел пришел у нас полностью в негодность но ремонт этого прицела будет нецелесообразен потому что легче купить новый или не покупать потому что мне их два поэтому как бы я сильно не заморачивался но теперь появилась еще одно но пришла мне такая идея если я говорю что этот прицел выдерживает отдачу 308 калибра многие говорят что это неправда но я вам говорю на собственном опыте причем один из этих прицелов куплен был в четырнадцатом или в пятнадцатом году а второй прицел там спустя буквально там какой-то год он больше лежал потому что ну получилось я у не специально как бы в него больше там презентовали скажем так и мне пришла мысль если фильмах показывают как один снайпер другого значит выцеливает и пуля проходит через оптический прицел и поражает нехорошего снайпера это есть военных фильмах это есть про великой отечественной там боевиках вот я подумал если этот прицел держит отдачу 308 калибра а выдержит ли он пулю 308 калибра я сейчас попробую его закрепить на 100 метров и попробую 100 за 122 308 калибре попробую попасть сюда ну как говорится здесь у нас внутренний диаметр 20 миллиметров да то есть я не такой супер снайпер и соответственно по 122 не такое супер снайперское оружие но я попробую если не получится скажем с трех выстрелов мы переместим этот прицел на 50 выстрелов я все равно постараюсь чтобы пуля прошла насквозь и как говорится разрушитель и легенд пройдет она насквозь или нет давайте переберемся с вами стрелять мы с вами сделали мишень про которую я говорил вот такая у нас эротическая мишень получилось будем называть ее мальчик мальчик который поломался закрепили зажали и старыми колесами а теперь что говорит к бою мы с вами на нашем любимом исходном рубеже стрелковом закрепили в этом оптику которая у меня поломалась сейчас попробуем развеять мифы можно может ли говорится один снайпер другого через оптический прицел пройдет пуля или нет так сказать развеем легенды так или не так но для начала попробуем попасть потому что цель цель у нас для попадания составляет всего 20 миллиметров вот и как бы и патрон не тот для таких целей да и карабин да и место стрелковое тоже не сильно удобно и поэтому сейчас собирается хотелось бы конечно попасть первого раза но всякий случай зарядил 5 патронов обязательно засунем ушную затычку и и давайте попробуем попробуем в первого раза попасть потому что очень хочется промах что-то как-то или или дернул или одно из двух я не додернул знаете нет трудно сказать прицел я зацепил но пуля не прошла стеклышко встречу по краю попал подниму как говорится будем добивать до логического завершения а Попал, хоть и с третьего раза, но попал. Пойдемте смотреть, что от него осталось. Ну, получилось очень даже красиво. Сейчас камера возьмет. Вот сюда я попал первый раз. Куда-то сюда второй. Третий попал чисто сюда. Да, ну давайте его будем разбирать. Я буду отсюда снимать, потому что он рассыпался весь. Вот у нас пошли бабушечки. Запчасти у нас. Я их очень буду в руке держать. О, как интересно. Это у нас, видно? Кусочек оболочки. Стрелял я оболочкой. Вот у нас запчасти. Пошли. Вот у нас трубочка. Сейчас на картончик уберем и будем смотреть. Ну что, констактируем факт. Вот этот выстрел, это второй был выстрел. Я сказал, попал под низ. И прицел немножко подняло под таким углом. Тут какой-то порошок непонятно. Или это после этого. Одну бабушечку я вот нашел. Вот она сверху. А вот, кстати, вторая бабушечка. Вернее, то, что от нее осталось. Вот она крышка. Так, сейчас мы тут возьмем этот картинитель. Что мы имеем. И как вы видите, стеклышко целое. Возможно, что просто-напросто под углом был прицел. Может быть, поэтому. А может быть, это поделится и невозможно через прицел пробиться. Потому что вот этот механизм разлетелся весь в хлам. Вот, видно, что там что-то внутри. Целая куча механизма. В итоге, пуля насквозь не прошла. Значит, что можно сказать. Опыт удался. Значит, снайпер снайпера через оптический прицел убить не может. Максимум, это может отлететь оптика и сделать синяк на пол тела. На это я, конечно, утрирую. Значит, второе. Прицел этот хороший. Значит, отдачу 308-го калибра держит. Но пулю 308-го калибра нет. По крайней мере, до половины. Надеюсь, вам понравилось очередное мое видео. И если у вас вдруг поломается оптический прицел, не спешите его выкидывать. Возьмите его и злостно прострелите нас. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok